Доброе утро! Дело в том, что помимо всего прочего, ровно 10 лет назад, 15 января 2006 года, на Землю вернулась капсула аппарата Stardust с космическими веществами, а это звездная пыль. Вот почему на этом прекрасном желтом фортепиано мне захотелось сыграть что-нибудь космическое. Надеюсь, вы узнаете, что это будет. Немножко похоже на лунную сонату, но это не лунная соната. Видимо, без вокалиста мне не обойтись. Есть у нас вокалист? Давайте попробуем еще раз с вокалистом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро. Марина, пианино прибыла снова в Петербург. Да, это так. До этого путешествовала по другим городам и странам. Расскажите, пожалуйста, о путешествиях, о приключениях. О его последнем маршруте всегда. Получается, летом это было, да? Нет, на самом деле, в Лондоне мы были год назад, но пианино также появлялось, ну, было замечено, я так скажу, в аэропорту Амстердама и Риге. Ну, а вы об этом знали, в смысле, или это уже клон вашего пианино был? Нет, конечно, я об этом знала. Ну, а последние полгода вы были в России, сейчас, наконец-то, в Петербурге, и здесь будете до 1 марта. Я, возможно, нет, но пианино будет точно до 1 марта здесь, а потом мы вас удивим. Я обещаю. Вот так, вот так. Все запомнили, после 1 марта ждем каких-то интересных событий, связанных с желтым пианино. Ну, а сейчас, я так понимаю, в самых неожиданных местах можно встретить, даже вот на катке было замечено желтая пианино. Да, это так. Оно каталось на коньках. Без музыки, без музыки не обошлось, да? Без музыки не обошлось, да, я играла, люди танцевали, потом каждый мог подойти поиграть тоже, да, сфотографироваться. Такое сочетание спорта и музыки, прямо не снимая коньки и за рояль. Да, но у нас очень часто, я очень люблю комбинировать вот фортепианное искусство и какие-то там, ну, танцы, например, буги-вуги, люди танцуют вокруг пианино. То есть на танцплощадку вы тоже приносили пианино? Не на танцплощадку, мы устраивали флэш-мобы на московском вокзале год назад, вот, ну, ближе к Новому году. Еще в Пассаже, по-моему, у нас тоже был этот флэш-моб, да. А какие самые необычные места? Вот каток мы видели, где еще самое необычное место, где побывала желтая пианино? Самое необычное место, это хороший вопрос. Бухингемский дворец, может быть, нет? Возле Биг Бена мы стояли. И там тоже, наверное, выстроилась очередь на фоне Биг Бена. Как раз те, кто фотографировался, там думают, а почему бы еще параллельно не сыграть фортепиано? Необычный кадр, по крайней мере, получится. Ну, люди очень были удивлены, но я могу сказать, что возле Биг Бена мы простояли просто несколько секунд. Почему? Потому что, ну, это было, так скажем, не вполне законно, да. Вот, ну, такое ощущение было, что просто мы появились в центре Лондона, поставили флаг свой и улетели. Флаг на карте желтого пианино. Какие дальнейшие путешествия? Сейчас в Петербурге, дальше в какие-то, может быть, еще другие страны? В какие-то другие страны, но вы об этом можете узнать. Какова вот цель? Это прежде всего развлечение для людей, ну, само собой, да, развлечение здесь есть, музыка, поднимается настроение, или еще и обучение, попытка привлечь к музыкальной грамоте, может быть, кого-то? Ну, да, безусловно, конечно, те, кто умеет играть, они садятся и играют, вдохновляют других людей на то, чтобы научиться играть тоже, исполнить свою мечту. И я могу сказать, что мы разыгрываем как раз обучение, человек, в чем заключается конкурс, человек фотографируется с пианино, с желтым пианино, и за самый оригинальный снимок мы дарим уроки, ну, мы дарим курсы, 10 занятий, в рамках которого человек уже может научиться играть в любимый пиас. Ну, прежде всего, это, конечно, возможность, наверное, все-таки, да, потанцевать, развлечься. Давайте посмотрим еще один, наверное, вариант путешествия желтого пианино по нашему городу. В основном, вот, в основном летние кадры, конечно, понятное дело, что на улице в первую очередь можно летом, но дождик ни разу вам не портил настроение, все было хорошо? Он не портил ни разу настроение, но он ни один раз нас сопровождал в нашем путешествии. Да, желтое пианино выдерживало все. А вообще, мы читали, что даже есть в некоторых местах очереди выстраиваются, и плюс уже есть поклонники желтого пианино, которые специально для него пишут музыку, да? Это именно так, да, выстраиваются в очередь, следят за пианино, ищут его, делают там несколько снимков каждый раз в каждом новом месте, да, все так. Следуют за пианино, по его словам, да. Это вообще бесконечный концерт, пианино перемещается, и постоянно на нем кто-нибудь играет. Марина, вот вы педагог, еще и ко всему прочему, хотелось бы, вот вы уже упомянули 10 занятий фортепиано, то есть я правильно понимаю, вы утверждаете, что за 10 уроков можно освоить навыки игры на фортепиано? Даже не зная нотную грамоту. Это идеальный вариант, если ученик ко мне приходит, не зная нотную грамоту, да, потому что... С нуля. Да, с нуля. С секрет методики. Потому что вот мне понять это практически невозможно, человек, который там почти 10 лет учился играть на фортепиано. Да, я слышала много раз, что это невозможно, но на самом деле, мне кажется, важно просто говорить с человеком на его языке, доносить на него понятными словами информацию. И плюс ко всему я использую технологии быстрого обучения, которые позволяют... Но нотная грамота обязательно все равно, да, приходит к человеку? Да, конечно, безусловно, да. А вот какую цель ставят перед собой люди, которые к вам приходят с нуля? Это какой-то внезапный порыв желания играть или вот бывает же такое, да, вот какое-то конкретное произведение, человек перед собой ставит цель, вот хочу вот Шопена, да, играть, не умея, да, до этого, хотя произведение сложное. Какие обычно ваши ученики? Мои ученики обычно уже имеют какую-то пьесу, которую они хотели бы сыграть, да-да-да, они вдохновлены какой-то пьесой, возможно, они уже... Много лет горят этой пьесой и никак не... ну, не садились еще за инструмент, не пытались достичь этой цели. Либо это люди, которые хотят сделать подарок своим близким. Да, тоже, кстати, очень хорошая мотивация. А занятия проходят, они прям целый день, то есть 10 дней человек выпадает из жизни с утра до вечера, занимается игрой на фортепиано или как? Нет, 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 безусловно. Мы занимаемся первую неделю три раза и следующие недели по два раза. То есть между занятиями обязательно есть время для того, чтобы подготовиться к следующему уроку. Да, как раз я и хотела сказать, что здесь, наверное, самое главное — это выполнять домашнюю работу. Очень важно выполнять домашнюю работу, да. Вот я как раз прям вдохновился, потому что я всегда мечтал научиться играть на фортепиано. И как-то не хватало времени, думал, если идти в музыкальную школу, то долго. Вот на своем опыте как-нибудь обязательно проверю вашу программу. Хорошо, и чтобы вы не забывали... Ну что же, спасибо вам огромное. Так, мы присоединяемся к акции «Желтая пианино». Да, да, поставим хэштег в социальных сетях, где потом выложим фотографии в нашем инстаграме «Утро Лайф 78». Да, друзья, Марина Худых, педагог, музыкант, организатор, была в нашей студии, организатор акции «Желтая пианино». Спасибо вам огромное, хорошего дня, вы смотрите «Лайф 78». Оставайтесь вместе с нами, никуда не уходить, утро продолжится, ну а совсем скоро новости.